Приветствую всех! Вы смотрите Систему. Мы просто и понятно рассказываем о событиях и тенденциях, которые действительно имеют значение. В Киеве состоялся очередной уже 23-й саммит Украины-ЕС. Ежегодно украинское руководство встречается с высшими европейскими чиновниками, чтобы обсудить отношения Киева и Брюсселя и определить приоритеты для сотрудничества. Как правило, на таких саммитах больше звучит про будущее, чем про настоящее, про перспективы, чем про реалии. Вот и в этот раз украинский президент призвал предоставить Киеву европейскую перспективу, за что Киеву в очередной раз ответили, что Украина уже очень близка к Евросоюзу, но есть три пути, как поднять отношения на новый уровень. Несложно догадаться, что нам снова указали на реформы, в том числе судебную, борьбу с коррупцией и олигархами. В общем, за этими словесными реверансами и дипломатическими расшаркиваниями снова как в тумане потерялись конкретные решения, которые уже сейчас нужны украинским производителям, в том числе по промышленному безвизу. Их просто перенесли на следующую встречу. О чем все-таки договорились в Киеве? Что означает подписание договора об открытом небе? Действительно ли украинцам грозит отмена безвиза? И можно ли считать этот саммит в целом успешным? Разбираемся вместе. Поехали. Свет в конце тоннеля есть, только этот тоннель все никак не заканчивается. Меткая фраза сатирика, словно об украинской евроинтеграции. На саммите в Киеве Зеленский в который раз задал брюссельским чиновникам вопрос, когда Украина вступит в ЕС. Но они снова увернулись от прямого ответа. Мені здається, що на нашому суспільстві, і мені, як частині цього суспільства, і лідерам країни, не вистачає цього розуміння, що вже згоденувалося, ми йдемо одним шляхом, але де той фініш у цьому шляху? І чи є він? Мені здається, що саме цей сигнал повинен отримати кожен українець. Це дуже важливо. Тот факт, що Україна є суверенним і независимим государством, і вона способна определити собственні політичні приоритети, для нас дуже важен. Є три аргумента. Це реформа, постепенна економічна інтеграція і політична ассоціація з ЄС. Важно, що ми єдина європейська сем'я, і ми роботаємо з місцем. В итоге, главний результат самміта – підписання долгожданного соглашення об відкритому небі, общим с Євросоюзом авіаційному пространстві. Оно упрощає доступ українських компаній в ЄС, а європейських – в Україну. Це должно увеличить количество лоукостів, усилить конкуренцію, а значит, удешевить билеты. Хоча Європейський Союз зараз не готовий сказати, коли Україна стане членом ЄС, але ця угода, принаймні у повітрі, означає, що Україна в розумінні повітря і повітряного просто буде членом Європейського Союзу. Це, звичайно, ще більше дасть нам можливостей користуватись безвізом, подорожувати і не бути обмеженими ніякими кордонами. Вряд ли, «откритое небо» можна назвати достиженням нинішньої власті. Текст соглашения Київ і Брюссель утвердили ще при Януковіще в октябрі 2013 року, накануне Майдана. Беглий президент «откритостю неба» таки воспользовался, правда, не ЄС, а северного соседа. Впрочем, подписати соглашение не удавалось и за спор о Британі і Іспанію о Гібралтарі, так що облагодарити надо скорее британського прем'єра Джонсона, який завершил Брекзит. «Откритое небо» – конечно, важное достиження, но почувствують його лише малая частиць украинців, літаючих на самолітах і пользуючихся безвізом. Хоча сам безвіз с самого начала із удобного інструмента превратился в некий сакральний символ. Поэтому любые сообщения об угрозах безвізовому режиму воспринимаются в Україні очень болезненно. Абсолютний фейк і провокация. Так офіціальний Київ отреагировал на публикацію авторитетним ізданням «Европейский обозреватель» в статьі про беспокоєнність ведущих стран Євросоюза безвізовым режимом с балканскими і постсоветскими країнами, в тому числе і Україна. Журналисты ознакомились с внутренним документом ЕС, в котором отмечается, что граждане этих государств все чаще злоупотребляют безвізом, необоснованно просят убежища і нарушають сроки пребывання. І хоч ще до самміта і в Брюсселе, і в Берлині поспішили опровергнуть возможность возвращення віз для українців, осадок, що называется, остался. Ведь проблема-то существует, хоч пока і не набрала масштабів всерьез угрожаючих безвізовим поїздкам в Європу. Куда більша угроза безвізу – це коронавірус. Кажді две недели ЕС регулярно пересматриває список зеленых стран. І с учетом нынешнього росту заболевання Україні вряд ли удастся в нем удержаться, о чому вже намекнув глава МИДа Дмитрий Кулебов. На самміте вспомнили і о рекордних ценах на газ, угрожаючих Україні енергетическим і фінансовым коллапсом. Отопительний сезон уже начался, а в Євросоюзі обещають лишь только изучить вопрос, как помочь Киеву. Я понимаю вашу озабоченность по поводу поставок газа, і этот вопрос не только этой зимы, но і дальнішого будущого. І задача для комісії – вместе з Україною проработати все сценарії. Ми також должны изучить вопрос использовання подземних газовых хранилищ України. Транзитне будущее Києва остається туманным. На словах ЕС «за». Но в кулуарах самміта глава европейской дипломатії Жозеп Боррель заявил, «Ничего плохого в соглашении Венгрии і Газпрома о поставках топлива в обход України он не видит». Страны-члены могут заключать двусторонніе соглашение. Насколько мне известно, в сделке между Венгрией і Газпромом нет ничего противозаконного. Ничего, що противоречило бы европейскому законодательству. Ещё один важный документ – соглашение о промышленном безвизи, который должен упростить доступ на европейские рынки украинским промышленникам. Его в лучшем случае подпишут через год. Неясным остаются и перспективы пересмотра правил торговли между Украиной і ЕС. Ещё в 2014 году Украина подписала с Евросоюзом соглашение о зоне свободной торговли. Но в итоге зона оказалась далеко не свободной. Например, Украина ввела квоты всего для трёх товаров из Европы. А вот Евросоюз выставил заградительные барьеры для 36 позиций украинского экспорта. Как функционируют соглашения сегодня? Приведу пару цифр. Украинские производители мёда, а также виноградного и яблочного соков исчерпывают годовые квоты на беспошлиный экспорт в Евросоюз за первые 10-15 дней января. Уже в феврале-мае заканчиваются квоты на поставки кукурузы, сахара, крупы, муки и многих других товаров. Большую часть года украинскую продукцию облагают пошлиной, что часто делает её просто неконкурентноспособной. Год назад Украина потребовала пересмотра соглашения, мол, хватит торговать во дни ворота. Но Евросоюз не спешит отказываться от выгодных для себя условий, зафиксированных на бумаге и подписанных украинским руководством. Ответственный за пересмотр соглашения, заместитель министра экономики Тарас Качко уже публично не скрывает недовольства правилами торговли между Украиной и Западом. Пока что, правда, на примере Всемирной организации торговли, куда Украину привёл ещё президент Ющенко. Умовы, которые получила Украина, вступающие в ЕС, близко до зеркальцев, которые давали испанские колонисты за золото индейцев. И поэтому, очевидно, что Украина разом с другими странами, которые вступали в кинции нулявых, в Союзную организацию торговли, вступили в найгирших умовах через фактический обман с боку Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. С куда большей охотой европейские чиновники говорят о своей любимой теме – реформах. В итоговом заявлении, под которым Киев также поставил свою подпись, прямые требования реформировать СБУ, Конституционный суд, а также провести судебную реформу – всё это под контролем Запада. ЕС, по сути, ставит условия – больше реформ, больше денег. Просто так помогать Евросоюз не собирается. Ведь по меткому выражению того же Борреля, ЕС – не банкомат. Что же касается европейских стремлений Украины, в итоговый документ попали уже традиционные слова о признании и приветствии европейского выбора страны. Обтекаемые формулировки, не содержащие никакой конкретики. Это явно не то, что хотелось бы услышать стране, закрепившей курс на вступление в ЕС в преамбуле своей Конституции. Пока что всё это напоминает брак по любви, подкреплённый контрактом, который всё больше сводится к деньгам. С 2014 года Украина уже получила почти 4,5 миллиарда евро так называемой макрофинансовой помощи. На самом деле кредитов под низкий процент, который всё равно придётся возвращать. Уже в октябре Киев должен получить ещё 600 миллионов евро. При этом Брюссель выставляет как экономические, так и политические требования. Например, создать наблюдательные советы ещё в десятки крупнейших госпредприятий и по сути передать их под прямое управление иностранных экспертов. Они же должны сыграть ключевую роль и в судебной реформе, на которую Киев также согласился ради кредита. При этом, когда речь заходит о Северном потоке-2 или украинском лесе, который вопреки мораторию продолжает контрабанды вывозить из Украины, Европейский Союз попросту закрывает глаза. Как говорится, бизнес есть бизнес, ничего личного. Если помните, английский писатель Чарльз Диккенс дал по этому поводу хороший совет. Первое правило бизнеса – поступай с другими так, как они хотели поступить с тобой. Подписывайтесь на систему, чтобы знать и понимать ещё больше. Не забывайте настраивать уведомления, комментируйте и ставьте лайки. До встречи и удачи!